Всех приветствую, братва, с вами MMAKZ. Начнем выпуск с анонса от Хабиба Нурмагомедова. Он заявил, что два его двоюродных брата Абубакар и Умар Нурмагомедовы проведут свои бои на предстоящем турнире UFC 254, в рамках которого Орел подерется с обладателем временного титула Джастином Гейджи. Эту новость Хабиб сообщил у себя в инстаграме. Мы втроем вернемся в один день на UFC 254, Абубакар и Ислам Махачев. Вдобавок будет и Умар. Короче, с нашей команды будет четверо бойцов, написал чемпион. Напомню, турнир состоится 24 октября. Место проведения ивента пока остается неизвестным. Есть вероятность, что промоушен решится провести данное шоу на уже всем известном бойцовском острове, который расположен в Абу-Дабе. До самого ожидаемого поединка для болельщиков из постсоветского пространства остается все меньше и меньше времени. Арчем Резников и Юсуф Раисов встретятся на турнире с тремя единицами ACA 111 19 сентября в столице России в городе Москва. Сейчас бойцы активно готовятся к предстоящему принципиальному поединку. Так, к Арчему Резникову в Алматы приехал его друг Александр Сарнавский. К слову, титульный поединок Сарнавского против Абдул-Вахабова в легком весе возглавит данный турнир. И, видимо, бойцы решили, что будет лучше, если подготовятся вместе. Тем временем Юсуф Раисов в интервью журналисту Игорю Лазорину напомнил о важности этого поединка. По словам Раисова, бой против Резникова самый крупный в его карьере, и боец не променяет эту схватку даже на контракт с промоушеном UFC. Я рад, что болельщики считают, что я должен выступать в UFC. Но сейчас мне предстоит поединок, который я не променяю даже на бой за титул чемпиона UFC. Даже если сейчас дадут контракт с UFC, то я бы не ушел без этого боя. Так сильно драться я не хотел даже в реванше с Маратом Балаевым. Да, есть некая непрязнь, но я хочу этот бой, так как многое было сказано, заявил Юсуф. Что касается потенциального подписания в американский промоушен, Раисов рассказал, что пока не планирует переходить в компанию UFC. Возможные переговоры боец готов начать лишь после поединка с Артемом Резниковым. Тот же Игор Лазорин вчера в беседе с Артемом задал ему вопрос, что он думает насчет слов Раисова, на что Артем ответил, что нужно быть реалистом, и если бы лично ему поступил бы предложение от UFC или хотя бы титульный поединок в лиге ACA, то он без раздумья отказался бы от боя с Юсуфом, так как он считает, что поединок с Раисовым всего лишь мост для более крупных поединков и даже возможность попасть в UFC. И самое интересное, братва, Артем в прямом эфире рассказал, что у него была небольшая словесная перепалка с самим Хамзатом Чимаевым. Да-да, с тем парнем, который за 10 дней, одержав две победы, сумел войти в историю UFC. Как узнал эту новость, я был очень сильно заинтересован и мигом связался с Резниковым и сумел раздобыть для вас следующие материалы. Оказывается, дело было чуть больше двух месяцев назад, тогда еще Чимаев не был бойцом UFC. Под интервью Артем и Хамзат оставил следующее послание. Артем, не иди против Борза, он же скушает тебя. И тут же у них завязался небольшой диалог. Смотрю, вроде ты боец, а ведешь себя как хейтер клавиатурный. Артеме, я даю тебе знать, как мы, волки, это делаем перед охотой. Предупреждаю, что Борз идет. Мне тебя хейтят с чего? Что тебя избили 6 раз? Меня не избивали 6 раз, даже если так, то ты точно не сможешь избить. Предупреждать меня не надо и писать мне тоже. Я тебя знать не знаю, так что будь любезен, свое мнение оставь при себе. Это так, Артеме? Шердог нельзя купить в проигрыше. Про меня, Артеме, ты не знаешь ничего. Ты не в моем весе, но один парень, который тебя избил, бегает от меня уже год. Боится парень, ха-ха-ха, и тебе стоило бы взять с него пример, ха-ха-ха. Ха-ха, не ха-ха, за шердогом не смотри, смотри мои бои. Меня звать не Артеми, а Артем. Я не знаю ничего, потому что ты просто мне не интересен. И еще раз говорю, не пиши мне, займись другими делами. Не обижайся, Артеме, мы просто голодные. Ханзате, давай не болей. И тебе не хворать, Артеме. Вот и, собственно говоря, все. Жду ваше мнение в комментариях. Также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. С вами был ММА Ки-Зет, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok